всем привет с вами дмитрий урсул добро пожаловать на серию видео ликбез для музыкантов в этих видео уроках я буду говорить о различных темах о том как собственно быть музыкантом продюсером звукорежиссером вообще человеком из музыкальной индустрии потому что это очень важная вещь так как те кто только начинает в это во все погружаться скажем так они просто теряются в огромном пласте информации от того с чего начать какое оборудование купить что лучше какой секвенсор выбрать то есть очень много таких вопросов плюс когда в каждый из этих вопросов они вникают там еще 20 вопросов появляется ну уверен вы знаете о чем я говорю я сам через это проходил многие мои ученики через это проходили и соответственно вот я решил записать такие видео где буду говорить какие-то общие скажем так даже больше психологические темы ну и такой некий ликбез для тех кто может быть только реально начинает то есть это его первые какие-то шаги и вот сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о таком вопросе как вот ты решил стать музыкантом наконец-то 0 заняться музыкой в той или иной степени и что дальше то есть вот такое видео о чем бы хотел поговорить первое дело вот если сейчас первую очередь я обращаюсь к тем вот только кто решил заняться этим кто там может быть установил свой первый секвенсор открыл его там попробовал какие-то плагины какие-то звуки что-то по записывать что-то поиграть если ну опять же надо понимать ваш настрой то есть понятно что многие музыка занимаются так чисто как хобби для развлечения чисто для себя там что-то записать себе на память то есть это все понятно но даже там все равно нужны какие-то знания потому что ну все мы слушаем так или иначе качественную музыку сейчас уровень и качество даже музыки сделанные в домашних там каких-то так называемый bedroom mixing bedroom production такие треки звучат уже очень круто очень достойно и люди просто вот сами сидя за компьютером без музыкантов без чьей-либо сторонней помощи просто от и до сейчас делают очень качественные работы в разных жанрах и все в этом как бы все это понимаете в этом варится естественно каждый подсознательно хочет если он за что-то берется даже просто там игра на ком-то инструменте или пение или запись чего-либо просто домашних условиях так или иначе где-то подсознание сидит что ну возможно возможно я когда-нибудь там это стрельнет или не стрельнет а хотя бы я сделал что-то качественное что можно там не стыдно быть друзьям показать или близким то есть эти все вопросы все равно каждого мучают и соответственно я хочу вот на это сделать упор что вам нужно обязательно для себя вот эти моменты определить чем раньше тем лучше чтобы не размениваться на ненужные вам знания чтобы выстроить порядок обучения потому что даже если взять вот если вы подписчик пакета максимум если вы посмотрите на то многообразие курсов и видео которые у нас здесь есть подписки в лоджик про help music help вообще то вы удивитесь сколько всего на разные темы то есть от сведения мастеринга до продакшна до аранжировки до работы с секвенсором лоджик например или облитон или там какой-либо еще то есть очень много аспектов очень много направлений в каждом из которых реально целой дебри то есть и в это во все нырять везде по чуть-чуть как-то цеплять вы просто будете ну скажем так долго ходить кругами и не чувствует реальной отдачи только после того как вы структурируете свои цели свои скажем так ну какие-то мелкие желания на ближайшие там полгода месяц или там год только тогда вы точно начнете получать и брать ту информацию которая вам нужна в первую очередь и потом созревать и скажем так подготавливать себя для уже какой-то следующей информации которая может быть вам понадобится может не понадобится то есть это тоже все очень важные моменты и многие про них забывают я например когда начинал вообще во все это погружаться заниматься звукорежиссурой я вообще не планировал заниматься звукорежиссурой если честно сказать я был изначально гитаристом я с 14 лет играю на гитаре до этого я занимался музыкальной школе на по классу фортепиано и меня вся была мечта быть именно музыкантом то есть гитаристом профессиональным который играет там 500 нот в секунду но классические мечты у меня была группа школьная то есть мы выступали придумывали песни все на коленке как-то там записывали в чем-то непонятно в чем там в каком-то аудишене базовой версии но в общем все было очень так не пойми как но нам нравилось это то есть я всегда думал что я буду на гитаристом сессионно даже гитаристами я пошел учиться на гитаристов и видел свою карьеру именно в этом но потом так получилось что как-то я открыл для себя мир именно работы с музыкой на компьютере начинал с разных секвенсоров кубейс там тот же аудишен и мне это так затянуло что я понял что вот я хочу и тогда было но не так много информации это было 10 лет назад тогда youtube уже был но он был такой не самый насыщенный по информации скажем так и что-то по крупинке где-то я доставал какие-то книжки что-то на английском читал и все это было в ужасном хаосе и я немножко не понимал что как развиваться с несколько там первые годы я так ходил по кругу я толком не знал секвенсор в котором я работал я толком не знал инструменты с которыми работал я не знал ни синтезатор не как это работает я толком еле-еле там узнал про компрессоры про эквалайзеры там где-то почитал какую-то книжку то есть все очень по крупицам все это было как не систематизировано вот и сегодня когда также ни у кого нет этой системы а при этом огромный пласт информации то есть зайти на youtube любой канал любого блогера любой западный youtube там от всяких метров типа того же дайва пенсада если просто означает смотреть все ролики просто в голова может взорваться даже у профессионала который уже в несколько там даже десятков лет может быть работает у нас такого количества информации может сойти с ума поэтому задание ну такое мужское задание вам на дом номер один обязательно обязательно составьте посмотрите на себя в будущее то есть это все в любой области какой бы тренинг вы может быть не смотрели везде об этом говорят ставить цели что-то записывать на бумагу это на самом деле работает в любой области и в том числе в музыке то есть вам нужно писать глобально если вы хотите обучаться и обучаться не просто так смотреть какие-то ролики что-то попробовать и забыть а именно чтобы это накапливалось вашем багаже чтобы вы на этом росли и даже что-то свое придумывали то нужно все обязательно систематизировать иначе у вас просто мозг не сможет адаптироваться и вы не сможете выстроить все это огромный пласт знаний в какую-то общую концепцию потому что честно вам скажу все курсы все видео уроки все обзоры плагинов даже сами все вот эти плагины которых миллион на рынке они все сводятся там к трем к четырем ну к пальцам одной руки или двух рук максимум принципам то есть если все это один раз понять главе все эту структуру скелета уложить то всякие то новые знания какие-то новые новинки там какие-то новые техники какие-то новые приемы которые вы видите они все у вас будут не просто что-то о что-то новое а уже будет как нанизываться на готовый скелет то есть это сюда это сюда это к этим знаниям вот поэтому обязательно сделать эту структуру какой у вас собственно есть какие есть варианты первое вы можете быть аранжировщиком или битмейкером то есть вам нужно изучить секвенсор все его функции вам нужно научиться редактировать аудио вам нужно учиться работать с с временем и спичем то есть что-то растягивать что-то сжимать вам нужно изучить в принципе работу синтезаторов а также ну либо например если вы работаете в logic как я изучить все встроенные инструменты там очень большой багаж реально инструментов синтезаторов если именно учиться реально пользоваться то есть не просто пресеты перебирать а реально подкручивать накручивать то даже чисто на лоджиков ских плагинах можно сделать очень много классных песен треков и так далее то есть вам нужно вот это вот прям последовательно если вы решили по этому пути пойти в первую очередь метить на это потому что я неоднократно сталкивался с людьми которые только вчера поставили logic а уже думают о том как делать мастеринг своих треков хотя нет даже еще не знаешь такое аранжировка как записать вокал в проект а уже думает о мастеринге поэтому то есть тут вот это очень важно понимать следующий этап ну вы может быть музыкантом почему бы нет то есть вы можете быть хотите быть там вокалистом или хотите быть гитаристом там любым инструменталистом и просто logic там или любой секвенсор или вообще компьютер с музыкальным софтом скажем так это просто средство например записать записи каких-то идей записи там чего-либо для музыкантов то есть если вы не один играете с группой вам нужно записать какую-то демпу что на пальцах это неудобно объяснять там барабанщику или басисту что нужно играть можно там пальцами настучать наиграть что-то в лоджике или в гараж бэнди даже и просто отослать музыкантам и они поймут что такое собраться уже на репетиционной базе и все это отыграть как надо то есть даже если вы не планируете прям вот карьеру свою музыканта который работает там секвенсере даже тут секвенсер вам может пригодиться то есть это тоже вам нужно для себя понять потом вы можете быть опять же звукорюсером по сведению сведение мастеринг например или только сведение или только мастеринг это тоже отдельные пласты там совсем чуть по-другому голова работает если вы посмотрите например мои курсы где больше удивляю внимание сведению и мастерингу то я прям там постоянно говорю что нужно прям если вы же делали аранжировку этого трека нужно прям отключаться переключаться желательно отдыхать и подходить к треку как такой критик со стороны то есть такое некую себе 2 лично как неду личность а расслоение личности такое разделение размножения воспитывать но насколько то можно сказать и сама у себя критиковать то есть вот ты например сделал аранжировку а потом через несколько дней пришел как миксинг инженер уже в новом воплощении и слушать блин зачем я здесь это сделал зачем здесь очень много здесь частоты перекрещиваться надо здесь этот инструмент либо вообще удалять либо его менять либо там куда-то на октаву выше переносить то есть вот это мышление она везде разная в каждых из этих областей то что я сейчас говорю это не значит что вот вы сейчас выбрали и все и на всю жизнь и больше ничего не касаетесь нет просто поставьте приоритеты то есть сперва вы хотите заниматься аранжировкой изучите максимум что только вот возможно что нужно для качественной практики опять же нет цели стать человеком энциклопедии который знает все про все про все плагины про все синтезаторы этой цели нет это невозможно даже я каждый день смотрю какие-то на ю тубе новые обзоры или видео каких-то новых плагинов чтобы просто быть в тренде как говорится потому что это невозможно выучить и знать все и навсегда вот но вы определили какую-то одну область достигли в ней определенные уровни которые вам комфортен чтобы делать ваши треки потому что при человек который работает например симфонической музыкой ему нужны свои знания человек который там делать мир биты для хип-хоп и рэпа и можно совсем другие знания и пути временные у этих двух людей абсолютно разные тот может обучаться полтора года своему делу этому достаточно двух месяцев там посмотреть какие-то определенные курсы попробовать он уже через три месяца уже записывать свой альбом таких примеров очень много поэтому вы должны этот путь изначально для себя определить без него просто вы будете топтаться на месте вы будете постоянно в какой-то фрустрации находиться вы не будете понимать чего начать чем закончить ну то есть очень будет много проблем и кайфа а ради чего мы собственно всем этим и занимаемся вы точно получать не будете такого большого поэтому то есть определяете чем вы хотите конкретно музыкальном мире заниматься то есть вы хотите быть музыкантом битмейкером миксинг-инженером мастеринг-инженером аранжировщиком или просто человеком кто за умеет записывать инструмент это тоже важная профессия то есть умеет записать качественный инструмент то есть вы можете ничего не сочинять вы можете ничего там не обрабатывать но ваша задача стоит качественно записать какую-то партию вокал например или гитару ну что угодно да и соответственно мы в следующих видео будем об этом говорить для каждого из этих направлений вам нужен свой набор инструментов свой набор тех же плагинов свой набор каких-то какого-то софта набор знаний естественно то есть все везде разное нельзя сразу все объять то есть вы должны понимать что вы должны расти вместе с оборудованием вы должны расти вместе с теми знаниями которые вы получаете то есть каждый раз этот уровень подниматься я в этих видео в этой серии видео буду еще неоднократно к этому возвращаться это упоминать давать более такие практические советы сейчас это такой вводный первый урок скажем так поэтому вот еще раз сядьте подумайте и увидите кем вы хотите вот музыкальной вот этой карьере своей быть через год то есть вот что вы за этот год который пройдет хотите получите знаний в первую очередь вы хотите писать музыку сводить уже какие-то готовые чита треки записывать инструменты или играть например на музыкальном инструменте развиваться в этом плане и использовать секвенсор для обучения игры на инструменте или для записи каких-то идей то есть обязательно для себя это определите как только вы это определите мы с вами увидимся на следующем видео и вы поймете что делать дальше ну что на сегодня это все спасибо за внимание всем желаю успеха в творчестве увидимся в следующих уроках всем пока